Чемпионат мира по пауэрлифтингу Чемпионат мира по пауэрлифтингу Чемпионат мира довольно редко приходит к нам в гости в студию Жалко, конечно, что вы без наград Но вы сказали, что постеснялись Здравствуйте, Алексей На работе вас поздравили в администрации? Да, конечно, до сих пор поздравляю До сих пор поздравляю Я так понимаю, что это такое стало событие для администрации Для ваших коллег Наверное Вы очень скромны Тем не менее, давайте на 5 минут скромность выключим и поговорим Как вы вообще пришли в пауэрлифтинг И почему именно этот вид спорта? В 99-м году начал заниматься У себя на родине Еще в Орск-Оренбургской области У тренера Валерия Чакриони Продолжаю до сих пор В 2007 году, правда, перерыв был до 2015 года А вот с 2015 года начал снова заниматься Но тем не менее, вы не стали заниматься профессионально спортом То есть вы решили, что это будет вашим хобби Вашим главным увлечением А пошли на государственную службу Почему такой выбор? Ну, хотелось всегда мне, в принципе, работать В той структуре, в которой я сейчас работаю Я сейчас получаю второе образование в магистратуре Учусь дополнительно на факультете На кафедре госполитики и госуправления А спорт, да, спорт это хобби Ну, то есть вы так изначально решили Или вы говорите, у вас был какой-то, может быть, вынужденный перерыв Может, в связи с травмой И поэтому вы решили, что спорт станет увлечением А работа будет в другой сфере Ну, нет, честно говоря, спорт, он дохода никакого не приносит Поэтому это хобби, да А много ли расходов приносит спорт? Ну, больше расходов, да А какие основные траты? В вашем случае, в случае пауэрлифтинга? Экипировка, питание, поездки на соревнования А много уже соревнований у вас? За плечами Ну, если считать, вот после перерыва 2016 года Я становился абсолютным чемпионом Евразии Затем абсолютным чемпионом на Кубке Восточной Европы стал Там же установил два рекорда мира, три рекорда Европы Потом был чемпионат России среди фитнес-клубов здесь, в Краснодаре Потом чемпионат Краснодарского края абсолютным тоже стал Потом чемпионат Европы Выполнил там норматив мастер спорта международного класса Установил два рекорда Европы России Рекорд Европы и рекорд России И вот чемпионат мира. А нет сейчас смысла, если у вас уже столько наград, вы уже столько всего завоевали, абсолютных побед у вас огромное количество, заняться сейчас именно спортом? И там как-то, не знаю, тренировать, может быть, открыть свой зал и готовить спортсменов? Нет. Таких планов можно сказать. Как много времени отнимает у вас занятие спортом? Как часто вы тренируетесь и сколько длится тренировка? Три-четыре раза в неделю я занимаюсь. Где-то около двух часов тренировка длится в среднем. До работы или после работы? После работы. После работы. Все-таки лучше вечерние тренировки, а не утренние, да? Других вариантов у меня нет. Ну, пораньше, кстати, работа сколько? В девять администрация? Нет, в восемь. Восемь, да? Ну да, да, да. Очень рано придется вставать. Мы с вами сейчас на пару минут прервемся, потому что с нами на прямой связи из нашей студии в Сочи. Сейчас выходит Марина Августовна Вартазарян, руководитель управления здравоохранения администрации города Сочи. Марина Августовна, добрый день. Сегодня, конечно, для меня государственные служащие открываются с новой стороны. Я был так удивлен, когда узнал, что вы увлекаетесь столярными работами, реконструкцией мебели. Скажите, почему вы именно решили заняться таким хобби? Добрый день, Алексей. Ну, не то, чтобы я решила заняться, это в процессе жизни родилось само. Такое хобби. Если можно чуть подробнее, да, что именно вы делаете? Потому что все-таки столярные работы, реконструкция мебели – это как-то общие такие понятия. Ну, скорее, это, конечно, не столярные работы в прямом смысле этого слова. Это реконструкция достаточно хорошо сохранившихся каких-то изделий старых времен без ремонта вот этой деревянной части и детали. Хотя иногда есть и такие у меня экземпляры, когда я заказывала специальные детали в столярную мастерскую. В основном я занимаюсь реставрацией поверхности мебели снаружи, внутри и так далее. Нужно же найти еще, правильно, ту мебель, которую потом вы отреставрируете. Вот где тот блошинный рынок, где вы ищете какие-то антикварные предметы мебели? Редко бывает блошинный рынок. В основном это мои друзья, которые знают, что я собираю эту рухлядь, приносят. И на самом деле из рухляди потом получается очень красивая, очень с лицом, так скажем, очень с душой предмет интерьера. А есть какой-то предмет интерьера, которым вы как реконструктор гордитесь? Прям номер один. Ну, последний мой шкафчик, который я, это комод с гнутым стеклом, хорошо сохранившийся. Я очень довольна, что он у меня получился такой, как получился. Я не занимаюсь этим для того, чтобы куда-то это деть с целью каких-то материальных благ. Это просто для души. Я делаю это или для себя, или для своих друзей. То есть эти вещи потом остаются либо у вас дома, либо вы кому-то дарите их, не продаете? Да, в домах моих друзей. Ну, конечно, нет. Спасибо вам, спасибо большое. Марина Августовна Вартазарян, руководитель управления здравоохранения администрации Сочи, рассказала о своем увлечении, о реконструкции мебели. Александр, скажите, часто бывает так, что, как у нас в коллективе, да, один чем-то увлекается и потягивает за собой коллег. Коллеги тоже начинают увлекаться там каким-то определенным видом спорта, не знаю, или идут в кино, или в театральную студию. Вот в вашем случае сотрудники, ваши коллеги, сотрудники администрации города Горячий Ключ не пошли за вами следом в спортзал? На самом деле очень много стало ходить, особенно девушек. Сейчас какая-то мода, видимо, стала. Мужчин меньше занимаются, чем женщин. Мода на здоровый образ жизни? Да. И, собственно, девушки, это ваши коллеги, да, которых вам пришлось уговаривать? Или они, глядя на вас, решили, или подходили, что-то спрашивали, не знаю, совета? Где-то уговаривали, где-то сами пошли, да. И это тоже пауэрлифтинг? Нет, они занимаются фитнесом. А вообще девушки в пауэрлифтинге много? Есть. Есть? Да, да. Но у нас в Паруэрлифтинге нет никого. Это красивая женщина в Паруэрлифтинге? Когда прям так, реально мышца? Ну, есть и красивые. У нас еще один эксперт с нами на связи. Председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, институтно-курортного комплекса и туризма. Александр Васильевич Джеус у нас. Александр Васильевич, добрый день. Добрый день. Александр Васильевич, вычитал фрагмент вашего интервью. Сейчас вам прочитаю. Времени у меня тогда, в 2001 году, было мало. Стресса много. Можно было либо пить, чтобы снять стресс, либо заняться спортом, плаванием, мотоциклами. Когда я пришел в Орленок, мой товарищ, с которым мы когда-то занимались мотокроссом, предложил купить мотоцикл на двоих и на нем гонять. Все верно? Так все и началось? И как продолжилось? Так и было, да. А как продолжилось, Александр Васильевич? Как это увлечение стало увлечением номер один? Я хочу сказать, что когда-то я занимался мотокроссом профессионально и более-менее профессионально занимался альпинизмом и горными лыжами. Но учитывая, что в нынешнем моем состоянии тратить время на альпинизм и горные лыжи, очень проблематично. Поэтому мотоциклы как-то ближе и проще. Поэтому больше времени занимаюсь водными лыжами, мотоциклом и виндсерфингом. Но мотоцикл занимает наибольшее количество времени. Так случилось, что пришлось, коллеги попросили возглавить Федерацию Моциклетного Спорта России. И теперь уже из моего повторного увлечения это переросло в некую общественную деятельность. То есть в прошлом году мы провели впервые большой чемпионат мира, этап чемпионата мира на территории спортивно-технического центра, Актеросийского детского центра Ордона. Но впереди очень много планов. И самое главное, что сделать этот спорт более доступным, более массовым. Мы, конечно, опираемся на помощь и поддержку губернатора Венинача Кондратьева. Потому что понимаем, что этот вид спорта имеет такой мультипликативный характер. То есть ребята, которые позанимались им, не обязательно станут великими спортсменами. Но они не будут хорошими людьми, специалистами, не будут бояться техники. А требования каждому человеку по обращению с техникой становятся все более жесткими каждый год. Я считаю, что мы делаем такое хорошее, полезное дело. И общественное, и личное. Ну, как-то так. Александр Васильевич, я понимаю, что у вас, конечно, очень мало свободного времени. Вы депутат ЗСК, вы руководите Орленком. Когда вам последний раз удалось сесть за руль быта цикла? Ну, по крайней мере, я стараюсь один раз в неделю это точно тренироваться. Потому что вот и в субботу, или в воскресенье, полтора-два часа я вырываюсь. Или после работы, или то работы, когда в летние месяцы световой день становится больше. И, безусловно, что зимой мотокроссом занимается меньше. А в теплое время года, а у нас почти 9 месяцев в теплое время года, занимаемся больше. Поэтому минимум раз в неделю. А так стараюсь вот часик-полтора выкроить два раза в неделю, для того, чтобы себя поддерживать в хорошей форме. Ну, по крайней мере, вот в прошлом году у меня было призовое место в классе мастер в чемпионате Краснодарского края. Ну, было бы больше времени, я думаю, что... Было бы больше первых мест. Александр Васильевич, спасибо, спасибо огромное, что нашли время, вышли с нами на связь. Александр, последний вопрос. Если вдруг гипотетически представить такое, что перед вами станет выбор, либо спорт, либо работа в администрации, вы что выберете? Ну, как я уже говорил, спорт денег не приносит мне. А если и там будут деньги, и здесь, то все-таки... Нет, работа в администрации. Работа в администрации. Спасибо огромное. У нас в гостях был сотрудник администрации «Горячего ключа», чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Полфунтиков. Еще раз поздравляем вас с победой. Спасибо большое. Мы продолжаем дневной эфир. Впереди еще у нас деловые факты, но сначала новости страны и мира. Продолжение следует...